Однако не могу не отметить, что подобная форма и подобная, в общем-то, постановка вопроса на публичном мероприятии, а все-таки транслируемое заседание – это фактически публичное мероприятие, конечно же, недопустимо. Отклик граждан и жителей Уфы, ну, прямо скажем так, не самый позитивный на эти вещи. Тысячи тысячи комментариев в сети, в новостной повестке Башкирии и Уфы постепенно появляется некая номинация не ради хабиров. Как говорится, вот эти показушные результаты закончились, а их-то дома никто не строит и непонятно как с ними дальше будут обходиться, они приходят в некую ярость. Я не знаю, принято ли решение о том, что мы теперь будем себя позиционировать как какие-то соперники, оппоненты Татарстану, или это личная инициатива господина Мурзагулова, но до сих пор хабиров пока вызывает у меня и у многих очень сложные, двойственные чувства, ощущения. Последний в этом году выпуск «Открытой политики», кроме того, он еще и 70-й, круглый, предновогодний. Не хотелось бы загружать излишними деталями достаточно скучной политической недели, которая у нас была накануне, потому сегодня мы, наверное, политический обзор сделаем более поверхностным и кратким, и попробуем широкими мазками немножко подытожить этот год, понять, что нас ждет в будущем году, ну и так далее. На этой неделе у нас, конечно же, была оперативка под руководством Ради Хабирова, на ней не было практически таких глобальных каких-то вопросов, но были забавные вещи. Во-первых, в строках пошла речь о результатах исполнения поручения Хабирова по Баймаку и по наведению порядка с недропользованием. Уже много в средствах массовой информации обсуждалось, какой разгром Хабиров закатил новому министру экологии и природопользования Фадхолину. Ну, в общем, конечно, ужасная была эта картина. Выражений Ради Фаритович не выбирал, прервал министра, когда тот пытался жалобно рассказывать о сложностях ведомства. И я не буду цитировать Хабирова, хотя вот выписал целую страницу его вот этих вот, значит, высказываний в адрес министра и по поводу слез, и по поводу, значит, все это пустое и так далее, и требований навести ужас. На мой взгляд, Хабиров, конечно, совершенно справедливо отверг подобную форму отчета со стороны министра, потому что очевидно, что Хабиров требовал от своего подчиненного несколько иного результата, когда давал поручение разобраться с этими карьерами. Однако, не могу не отметить, что подобная форма и подобная, в общем-то, постановка вопроса на публичном мероприятии, а все-таки транслируемое заседание – это фактически публичное мероприятие, конечно же, недопустимо для высшего чиновника. И вот здесь мы не увидели мудрого правителя, которого время от времени пытаются играть Хабиров. На самом деле, мудрые правители себя так не ведут, они не оскорбляют своих подчиненных публично, это скорее слабость, нежели сила. Ну, что случилось, то случилось. Я надеюсь, что из этого представления будут сделаны какие-то требуемые выводы, я имею в виду оставшихся подчиненных Раде Фаритовича, то есть, возможно, он продемонстрировал, каким он бывает в гневе. Картина была неприглядная, и надеюсь, что многих она испугает. Но, тем не менее, вопрос с баймахскими карьерами был отложен на следующий год, где-нибудь на февраль, я так понимаю. Ну, и, в общем, посмотрим, хватит ли Хабирову последовательности вернуться к этому вопросу и задать его еще раз. На мой взгляд, самым важным вопросом, который был на этой оперативке, это был вопрос подведения итогов транспортной реформы, по крайней мере, промежуточных итогов транспортной реформы в Уфе. И выглядело это достаточно любопытно, в том смысле, что Хабиров всячески добивался от своих подчиненных и собеседников по этому вопросу конкретной формулировки. Достигнут ли успех? Вот эта вот жажда быстрых успехов, как он назвал свои требования на одной из предыдущих оперативок, она, конечно, начинает бросаться в глаза. То есть, необходимость оптичить, поставить галочку напротив какой-то из задач, она, конечно, начинает превалировать над качеством исполнения самих задач. Единогласно опрашиваемые Хабировым чиновники, я имею в виду Мустафина и председателя Госконтранса, констатировали, что транспортная реформа в Уфе увенчалась успехом. Хотя, на самом деле, это, конечно, совсем не так. И Мухамедзианов, и Мустафин, конечно же, не могли сказать, что Радий Фаридович, у нас тут есть проблемы, сложности, вот это у нас не получилось, это не заработало. Дело в том, что последовавшая за этим заседанием и обсуждением этого вопроса неделя в сети и в публичном пространстве, конечно, четко дала понять, что проблема не решена. Отклик граждан и жителей Уфы, ну, прямо скажем так, не самые позитивные эти вещи. Тысячи комментариев в сети, мы приведем из них самые яркие и покажем их. Я вот пару дней их коллекционировал из разных пабликов. В общем, конечно, если быть честным, то проблема не решена. Она решается, безусловно, есть некий вектор, некое направление, вот это укрупнение автобусов, борьба с нелегалами и так далее. Но я бы не стал рапортовать и заранее, значит, давать этих обещаний и гарантий. Потому что, ну, как правило, потом хуже становится от того, что преждевременно отпраздновали победу. Собственно, больше такого ничего глобального на оперативке не обсуждалось и не буду загружать предновогодний выпуск излишними деталями. Мне вспоминается шутка недавних лет, когда на экранах России в каждом фильме появлялся актер Гоша Кусенко. Ну, буквально в каждом фильме. Этих фильмов были десятки, они выходили подряд. На одном из фестивалей утомленные, видимо, кинематографисты ввели даже такую номинацию для какого-нибудь фильма. Она называлась «Не Гоша Куценко». И давали приз фильму, в котором нету Гоши Куценко. Видимо, было очень сложно найти такой фильм. Так вот, как ни странно, в новостной повестке Башкирии и Уфы постепенно появляется некая номинация «Не ради Хабиров». Я имею в виду, что появились новости и события, в которых, в общем-то, Хабиров не является главной фигурой. Ну, наверное, это и неплохо. А я говорю о втором или третьем съезде Башкирской общественной организации «Башкорт», который так или иначе прошел на прошедшей неделе. Как бы ни было грустно констатировать, но придется, мероприятие это прошло трудно, с боем, со скандалами. И, видимо, пополнило копилку недовольства, которое вызывает местная власть у общественников Башкирии. Я говорю о том, что, в общем-то, заявленный заранее съезд, который проводил Башкорт, и который должен был пройти сначала в гостинице «Азимут Отель», в их конференц-зале, внезапно был отменен в связи с какой-то поломкой то ли вентиляции, то ли пожарной сигнализации, то ли еще чего-то. Ну, в общем, это уже какая-то классика жанра. По всей стране года три назад применялась такая технология противодействия нежелательным мероприятиям. В основном это были мероприятия или Навального, или «Открытой России», но теперь вот у нас под этот молот попали и Башкорты. Примитивный подход, очень, на самом деле, наглая технология. Практически везде от нее уже давно отказались. В Кремле методисты признали, что подобным образом действовать уже не следует. Однако в Башкирии, ввиду крайней ослабленности вот этого внутриполитического блока в администрации Хабирова, конечно, они ничего лучшего придумать не смогли. Они просто позвонили, возьмут «Отель» и потребовали не пускать туда вот этих активистов в башкирской организации. Ну, хорошо. Башкорт стал судорожно искать другие площадки. Видимо, обошли все возможные площадки, везде получили отказ. И уже на пике этого скандала нашли какой-то коттедж в Уфе, большое помещение, где собрались в таком несколько сокращенном составе. Но даже там, в общем-то, им не дали покоя и какие-то там проникшие туда активисты, а я полагаю, что это были даже не активисты, а скорее оперативники одной из спецслужб, попытались спровоцировать пожарную тревогу. Подожгли какое-то полотенце, пошел дым, сработала сигнализация. Тут же приехала, видимо, за углом расположенная пожарная машина и какие-то пожарники со шлангами. В общем, был цирк. Все это, конечно, печально в каком смысле? Рассуждая логически, местной власти было бы выгодно, чтобы это мероприятие прошло ровно и тихо, потому что подобный цирк и ажиотаж, который устраивается вокруг этих мероприятий, только усиливает интерес к нежелательному процессу с точки зрения действующей власти. Сама по себе значимость этого мероприятия не была чрезвычайной до тех пор, пока не началось это противодействие. У меня складывается впечатление, что господа руководители вот этого внутриполитического блока, я имею в виду, в первую очередь, конечно, Урала Кельсинбаева и маячившие за него, за его спиной Мурзагулова, они в отсутствии каких-то существенных оппонентов и соперников на политическом поле в Башкирии, а действительно каких-то серьезных сил нет, они начинают их изобретать. Вообще так бывает и так было, я лично наблюдал такую историю. Помните, как Аббас Галямов в свое время изобрел противника, я имею в виду господина Мухаммедьярова? Никому неизвестный, достаточно посредственный, немножко политически активный коммерсант внезапно превратился в какого-то мега-противника с какими-то амбициями и какими-то процессами, и, видимо, они друг друга стоя начали нагнетать это противостояние. Так вот, ситуация с Башкортом во многом не напоминает эту ситуацию. Как говорится, не было проблемы, купила баба порося. Зачем было устраивать это противостояние, эту войнушку, вот эти сложные операции с поджиганием полотенец и так далее, я не понимаю. То есть, никакой практической надобности в этом абсолютно не было. Ну, людям нужно доказать свою необходимость, эффективность. В конце концов, Уралу Кельсинбаеву надо показать хоть что он вообще делает в этом своем внутриполитическом блоке, иначе будет совсем непонятно. А когда начальство не понимает, что делают подчиненные, оно начинает задумываться о вообще целесообразности нахождения их на этой должности. Ну, вот, будем считать, что так и было. Башкорт, безусловно, рассердился, обиделся и начинает все больше и больше занимать оппозиционную такую нишу в смысле общественных организаций. Ну, что же, если этого добивается Кельсинбаев, то, скорее всего, он этого добьется. Судя по всему, Радий Фаридович Хабиров очень внимательно смотрит открытую политику. Иначе, чем было бы объяснить то, что только мы успели на прошлой неделе дать достаточно резкую и конкретную оценку прожектам господина Невостроева по части решения проблемы долевого строительства, как он был понижен должности до первого заместителя председателя госстроя РБ. Не знаю, что будет дальше с господином Невостроевым. Судя по той перспективе, которая складывается для этого ведомства, конечно, ничего хорошего его не ждет. Ну, а новым руководителем госстроя РБ стал некий Марат Ахмадуллин, никому неизвестный руководитель башкир-граждан строя. На протяжении 10 лет руководил этим предприятием товарищ. Ничего не могу сказать. Те, кто его знают, говорят, что вроде как профессионал, но так говорят про всех, кто приходит работать в госстрою РБ, только вот потом результаты какие-то печальные. А по поводу долевого строительства, хотелось бы, конечно, отметить на этой неделе ввод в строй обещанных домов в Новобулгаково и в Серебряном ручье дома номер 7. Однако, как говорится, не обошлось без ложки дегтя в этой бочке меда, причем и на том, и на этом объектах. Седьмой дом Серебряного ручья получил на следующий день после ввода прорыв отопления и залило там 7 этажей, надеясь, что с этой проблемой справятся или справились уже. А в Новобулгаково случилась очередная голодовка. Тут ведь цепная реакция, простите. Если вводят в строй вот эти вот дома, которые, ну, на самом деле уже готовы, остальные дольщики, которые видят плачевное состояние своих домов и понимают, что, как говорится, вот эти показушные результаты закончились, а их-то дома никто не строит и непонятно как с ними дальше будут обходиться, они приходят в некую ярость. Вот примерно на такое состояние впали оставшиеся дольщики вот этого, значит, комплекса Новобулгакова. Они объявили голодовку в одном из домов, который, ну, там, скажем так, совсем не готов. В общем, я повторюсь, конечно, кто бы не пришел руководить госстроем РБ, Ахмадуллин, не Ахмадуллин, он получает гигантские и жуткие проблемы, которые все больше и больше будут, значит, отодвигаться в адрес самого ведомства и высшее руководство республики будет с себя, значит, эту ношу снимать, потому что она абсолютно неподъемная, и, повторюсь, решение этой проблемы пока не найдено, как бы красиво вокруг этого все не звучало. Ну, посмотрим. Официально было объявлено, что каждый квартал 2019 года будет сдаваться по 16 домов проблемного строительства. Вот прямо с января и начнем отсчет. Кроме всего прочего, еще одно кадровое изменение, очень важное, очень существенное на самом деле, при том, что оно может показаться не таким важным, это смена руководства в Башспирте. Каково же было наше удивление, когда практически 10 лет руководившего Башспиртом Князева на этом посту сменят, кто бы вы думали, Рауф Нагуманов. Да-да-да, тот самый Рауф Нагуманов, который в 2002-2003 году недолго был мэром Уфы, потом при Хамитове был вице-премьером по строительству и руководил в 2011 году вот этой операцией по достраиванию трех или четырех проблемных домов в Зеленой Роще. А впоследствии господин Нагуманов, когда он, значит, ушел из правительства от Хамитова, как-то немножко затихарился, затих, но с ним связывают именно вот те процессы, которые обсуждались год-полтора назад, я имею в виду вот это вот странное криминальное выделение земельных участков, которыми компенсировалось затраты на достраивание домов. В итоге этот участок в районе планеты выделился почему-то самому Нагуманову. В общем, это на самом деле история, которая черным пятно на его репутации, и оно до сих пор как бы не разъяснено. Следственные органы долгое время вели работу, пытались выяснить, значит, каким образом эта земля перекочевала в частные руки и вообще ушла там, и так далее, и так далее. В общем, конечно, вот это назначение Нагуманова на руководство башспиртом, это явная такая достаточно демонстративная акция по расстановке надежных кадров, я бы не сказал, что своих кадров, ну, где-то, наверное, там с Радием Фаритовичем какие-то отношения есть у Нагуманова. Но надо помнить о том, что башспирт – это крупнейший кошелек власти. При Хамитове это был кошелек Хамитова, теперь это будет, по всей видимости, кошелек Хабирова. Это был слабо контролируемый извне какими-то органами государственными и абсолютно подконтрольный внутренней системе управления гигантский алкогольный концерн, в котором крутятся очень большие деньги, причем живые деньги, в котором существуют очень сложные теневые процессы там всевозможных пятых смен и всяких, значит, там непонятных марок. Гигантские деньги, на самом деле, внутри процесса. Мы все помним «Мерседес», который был подарен Хамитову от Князева, куплен на деньги башспирта автомобиль стоимостью 12 с лишним миллионов рублей. Мы знаем о тех проблемах и тех каких-то проколах, которые существовали вокруг башспирта, и вот фигура Нагуманова во главе этого концерна, это, конечно, весьма взрывоопасная история. Констатирую, что Хабиров начинает формировать некую систему активов, которые должны работать на него, на выборы. То есть я нисколько не сомневаюсь, что башспирт будет одним из доноров во время выборной кампании, причем, скорее всего, доноров не самых легальных. Ну, в общем, вот эту историю нужно очень четко оценивать. Ну и, кроме того, конечно, возвращение Нагуманова на высокий пост и серьезную должность подтверждает историю о том, что теперь в Башкирии можно войти дважды в одну реку, и дважды, и трижды. Этот тезис прозвучал в связи с тем, что Азамата Аль-Мухаммедова вернули в телекомпанию вся Уфа, а вот теперь, значит, Рауфа Нагуманова на старости лет вернули к крупным денежным процессам. На прошедшую неделю я бы отметил некое обострение у господ Мурзагулова и Ахмадинурова, обострение в какой-то антитатарской риторике, которую они нагнетали и все предыдущие недели своего пребывания здесь в Башкирии. Ну, вообще, конечно, это начало принимать какие-то неприличные совершенно формы. Я не знаю, принято ли решение о том, что мы теперь будем себя позиционировать как какие-то соперники, оппоненты Татарстану, или это личная инициатива господина Мурзагулова, но тот шквал вот этих мемасиков, всяких каких-то грязных сальных шуточек и каких-то, значит, коверкающих язык конструкций. Он, очевидно, говорит о том, что они вот эту тему, значит, подхватили, эксплуатировали. Вот, причем это два персонажа Мурзагулов и Ахмадинуров, они там как кукушка и петух, значит, друг друга перекрикивая об этом, значит, начали сообщать все эти истории, все эти мемасики. Вообще, выглядит это ужасно неприлично. В 21 веке заниматься вот таким примитивным каким-то шовинизмом, я не знаю, там, национализмом, как это назвать, надо еще классифицировать. Попытка задеть, зацепить соседний регион, причем на уровне таком, что, ну вот, как вот, знаете, в советское время было «догоним-перегоним Америку». Америка даже не знала о том, что ее догоняют и перегоняют, и, собственно, была настолько далеко от Советского Союза, что все эти лозунги, все эти истории были для внутреннего пользования. Так вот, судя по всему, Мурзагулов с Ахмадинуровым тоже пытаются здесь кого-то ободрить и развеселить, вовсе не планируя на самом деле соревнования с Татарстаном. Вся эта история дошла до татарской общественности и руководства Татарстана. И вот этот тезис последней недели господина Мениханова, президента Республики Татарстан, о, как бы, ну, братстве и дружбе народов Башкирии и Татарии, конечно, не был случайным. Мениханов очень взвешенно и как-то корректно так констатировал, что, дескать, ну, татарский, башкирский народ всегда были братскими, соседскими и так далее, и так далее. Надо сказать, что такая реакция, конечно, подтверждает взвешенность и зрелость человека, в отличие от его вот этих вот псевдооппонентов здесь, в башкирском сегменте интернета. Я очень надеюсь, что это не получит особого развития, потому что конфронтация между двумя действительно братскими народами не то чтобы была бы нежелательна, а это совершенно недопустимая вещь. Надо, конечно, понимать, что вот традиционность попыток сталкивать и сравнивать, там, башкир и татар, она всегда, это вот попытки эти всегда происходили на фоне каких-то проблем внутри. Если нужно от чего-то отвлекать, если нужно чем-то забавлять народ, начинают, значит, вот такие вот примитивные, я бы сказал, из каменного века политтехнологии включать. Я очень надеюсь, что самосознание и башкирского народа, и татарского народа не позволят, не то чтобы вбить клин, я не хочу использовать вот этих красивых, значит, формулировок, не позволят даже кинуть тень на, в общем-то, многовековые отношения. Нормальные люди никогда никакого антагонизма не испытывали между татарами и башкирами. Есть там какие-то кучки националистов или экстремистски настроенных граждан, каковым я теперь вынужден относить и Мурзагулова, и Ахмадинурова. Эти люди будут, конечно, разжигать межнациональную рознь, но всегда внутри народа находится здравое ядро, которое существенно больше этих хулиганов. И я очень надеюсь, что вот этого внутреннего самосознания у обоих народов хватит на то, чтобы дать оценку этим паразитам и не последовать их призывам. Так что я думаю, что все будет нормально, все будет хорошо, а пена эта со временем сойдет и все станет нормально. Ну и традиционно в конце года, сегодня 29 декабря, подводим итоги ушедшего года, пытаемся понять, что нам сулит год наступающий. А 2018 год был, конечно, чрезвычайно бурным, разнообразным. Тут и федеральные события, тут и чемпионат мира, тут и выборы президента Путина, и уход Хамитова, конечно, важнейшее событие для Башкирии, и приход Хабирова. В общем, конечно, назвать этот год пустым или скучным никак нельзя. Он был непростым, для кого-то он был удачным, для кого-то был неудачным. Для меня лично он был очень удачным и интересным, для кого-то, наверное, в меньшей степени. Как водится, мы, оценивая предыдущий год, хотим, чтобы следующий был лучше, веселее, добрее, сытнее, но боюсь, что это будет не так. 2019 год, конечно, будет очень сложным годом, это очевидно, и по экономическим показателям, и по внутриполитическим событиям. 2019 год – это год выборов руководителя Республики Башкортостан. В сентябре 2019 года пройдут выборы. Пока эта картина с выборами, конечно, ясна и понятна. Нам прислан в Рио из Москвы ради Хабиров, который всеми силами старается формально и неформально отбросить эту приставку в Рио. Я планирую в ближайшее время, после Нового года, сделать более детальный анализ прихода Хабирова и перспектив Республики с его приходом. Но сейчас скажу такую вещь, что до сих пор Хабиров пока вызывает у меня и у многих очень сложные, двойственные чувства, ощущения. Многие, в том числе и я, так и не сделали своего выбора в плане приоритета и пристрастий, и оценки его фигуры, его действий. Может быть, еще мало времени прошло, может быть, мы что-то не понимаем. Но повторюсь, что 2019 год будет сложным. Независимо от того, выберем мы или не выберем Хабирова на должность руководителя Республики, экономику страны и экономику Башкирии ждут большие потрясения в 2019 году. Я надеюсь, что эти потрясения не выльются в какие-то масштабные политические трагедии и столкновения, хотя уже раздаются голоса о том, что нас ждут такие вот именно экстремальные повороты. Я надеюсь, что Башкирия традиционно толерантная, спокойная, будет лучше других регионов в этом смысле и не позволит себе каких-то крайностей. Я желаю всем нашим подписчикам и тем, кто смотрит наш канал, традиционных вещей, здоровья, успехов, спокойствия. Пускай рядом с Вами будут самые близкие люди, которые нужнее всего. Пускай Ваши враги и противники потерпят поражение, пускай мы наберемся мудрости и не будем делать глупости, а все остальное у нас должно получиться самим собой. В этой чудесной, замечательной, волшебной стране России, в которой все случается по щучьему велению, ну или по моему хотению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok